Всех к покаянию. А в рулетке тут один разврат. Поэтому мы сошли сюда, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности, о сладости Царства Небесного. А вы батюшка или нет? Ну, батюшка. Почти. Есть священнодействие в благовестии, не только священнодействие в церкви. Нет, я просто... Я вас понимаю, конечно... У вас есть такая книга дома? У меня есть похожая книга, но она чуть-чуть по-другому называется. Как называется? Коран. Коран. У него книга есть, Коран. Это, наверное, вот такая вот, да? Да. Ну, тогда прочитай, что тут написано. Она зеленая. Ну, ладно. Дело в том, что без спасителя Христа, который взял грехи мира, никто не спасется. Поэтому надо у него веровать и жить по нему. А кто верит в другую книгу, он должен сравнивать со священным писанием, с Библией. Сравнение сделать, похоже или не похоже. Я вот считаю Слово Божие, я вижу каждое Слово от Бога. Это хорошо. Главное верить в Бога, а остальное все будет. Ну, не просто верить. Верить. Надо исполнять заповеди Божьи. А верить это бесы веруют и трепещут. Так апостол Яков пишет. Вам сколько лет-то? Надо посты держать. Сколько лет? Вам лет сколько? 19. 19. Ну, вы уже взрослые, а мне 81-й. У меня другой опыт. Ох, нифига себе. Да. Если вы зайдете на наши ресурсы, вам оттуда уже не уйти. Такое богатство, сокровище. Вы два слова запомните. Игнатий Лапкин, это я. Запиши себе. Игнатий Лапкин. Это ключ к нашему богатству. Вот. Запиши. Игнатий Лапкин. Лапкин. И вот вы когда будете в Ютубе заходить, напишите канал во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Канал во свете Библии Игнатий Лапкин. Это наш Ютуб канал. Очень большой. У нас 17 тысяч и 300 роликов. Наших, не чужих. 17 тысяч. А подписчиков еще раз. Подписчиков 42 тысячи. А просмотров 43 миллиона. Вот это уровень. Вот вы там найдете такое. Больше нигде в интернете этого нет. Мы строим деревню православную с нуля. На пустыре. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. И никто это не занимается этим. Я вот начальник детского лагеря был. 45 лет. Да еще 3 года добавил. Поэтому вам будет очень интересно. И все у нас снимается. Мы никогда не... Ну, просто и не умеем. Да и нам не нужно это, чтобы вставлять там что-то. Вот как разговариваем, так и вставляем. Как где бываем, ездим, так и ничего не меняем. Люди видят, как мы живем. Как в этой обстановке можно жить. Даже в бедности. Красиво, интересно, дружно, чисто. Не завидовать никому. Не надо там. Вот то-то, то-то там. Путин виноват. А у нас никто не виноват. Я виноват. А раз я виноват, я сегодня начинаю уже выдираться. Работать. Ну, просто надо реально подсмотреть. Не просто там. Ты плохой. А я хороший. Тебе интересно будет. Тут недавно... Ну, недавно, а так уже время прошло. Один на меня зашел здесь. А у него футболка. Футболка. А он такой здоровый мужик. Уже 80 с лишним лет. Богатырь. И написано. И беншайся. Дуби Шульдих. Я говорю, что написано, ты знаешь? Нет, это мне подарили. Я говорю, и беншайся. А там Дуби Шульдих вот так рука вот здесь вот у него на груди. Я говорю, тут написано так. Я говно, а ты виноват. Он снял, больше не стал надевать. Я говорю, что ж ты? Надел и не знаю, что написано. А ты такой и есть, я говорю. Ты как раз всех судишь. Куришь. Пьешь. Материшься. А виноваты другие. Виновата жена. Виноват Путин. А ты скажи. Виноват я. Избавь меня, Господи, от всего этого. Чтобы хороший след в жизни оставить. Детей воспитать. А Боге говорит, чтобы люди душу спасли. Вот вы когда зайдете на наш сайт. Скайп сначала. Игнатий Лапкин. В скайпе я вам скину наши материалы. Там на ютуб, на сайт. Там 38 книг моих, там мною написаны. А всего 41. Там богатый-богатый материал. 50 книг аудио насчитано мною. И вы когда зайдете, напомните, что вы здесь были. Как звать-то вас? Меня Георгий. Георгий, знаешь, что переводится как? Как? Земледелец. Земледелец. То есть нужный. Ты сеешь людей, кормишь. Георгий Победоносец. Ты помнишь, что имя носишь. Георгий Победоносец. Везде на коне рисует. Он змея протыкает. Да. Да. Так тебе имя дано. Подражай своему святому. Для Бога живи. Хорошо. Никуда в чилищный дом не заходи. Везде сегодня безобразие творят. С ними мы поговорим. Слава Иисусу Христу. Аллах Акбар Акбар. Иисус Акбар. Иисус Акбар. Бог Акбар. Да. Вот мы приносим людям весть об Иисусе Христе. Да, да, братан. Да. Ну а другие заходят. А я мусульманин. Я говорю, у тебя может такая книга? Да. Да. Я говорю, считай, что написано. Мусульманские дивизионы. Что там написано? Ну вот я вас спрашиваю. Я христианин, вы мусульманин. Вы должны прочитать. Я грузин. А, грузин. Так вы православный. О, так это наши братья грузины. А вы далеко от Тбилиси живете? Мы в Лады Кавказе живем. А в Тбилиси вы не бываете? Нет. А то в Тбилиси у меня крестник мой, священником работает. Отец на ум. Вот если придется быть, вы придите. Он у меня в доме обратился. Он еврей. И стал православным батюшкой. У патриарха Ильи Второго он. Надо в милицию сообщить. Кто-то раздел же человека. Нормально. Да тут половина мужиков раздетые. Как они попали? Это наводнение было или цунами? Цунами, наверное. Да как же это нормально? Это же на улице холодно. Вы застынете все. Как мы не на улице? У вас что-то там все крутится. Желание узнать больше о Христе мы можем рассказать вам. Ответить на ваши вопросы. У нас очень большие сокровища. А вы сначала запишите. Игнатий Лапкин, это я. Потом я дам это как ключ будет к остальным ресурсам. Пождесят писать. Игнатий Лапкин. А можно ее написать в YouTube? Ну сейчас, пока запишите, чтобы не забыть. Игнатий Лапкин. Это на меня по скайпу выйти легко. Я один с этой фамилией. Игнатий Лапкин. По скайпу. У меня нет скайпа. Вы есть в ВКонтакте? Нет. Ну а вы в YouTube-то можете зайти? В YouTube. В YouTube могу. Ну в YouTube нужно зарядить так. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии. А, Игнатий? Игнатий? Лапкин. У нас огромные ресурсы. Божественные. Чистые. Офигеть. Я в шоке. Да, там на тысячи вопросов я даю ответ студентам. Они вам подойдут. Это политика, жизнь, работа, замужество. Таких ответов вам никто не даст. Хорошо. Спасибо вам огромное. Так, по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин? Я вам скину это. Вот даже взять. В YouTube у нас 17300. роликов. Понимаете? Офигеть. Да. Я обязательно посмотрю все. Там посещаемость 43 миллиона. Просмотр. Отлично. Это мне подходит. Так. Вот если выйдете, там я скину эти данные вам. С Богом. Игнатий. Игнатий, извините. Да, с Богом хорошего вам дня. Здоровья. Спаси Христос. До свидания. Имеем все знания из Слова Божия. Вам было интересно на наших ресурсах побывать. Огромные ресурсы. Вот вы два слова себе запишите. Игнатий Лапкин. Это я. Это как ключ будет ко всему богатству нашему. Игнатий Лапкин. Напишите себе. По скайпу вы выйдете на меня. Я один с этой фамилией. Итак, можно выйти на YouTube. У нас канал большой. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Вот зарядите канал. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Угу. Как? Открылось? Да. Ну вот. Сколько подписчиков там? Много. Много. Да это немного. Просмотров 43 миллиона. У нас 17 тысяч 300 роликов. Это мои. Тысяч 17. В интернете ни у кого больше столько нет. Почему? А наша жизнь такая интересная. Мы строим православную деревню с нуля. Нельзя пить, курить, материться, воровать, лгать. Вы увидите, если там зайдете, увидите, какие у нас девушки, какие парни. Вообще сравнения никакого нет. Как они одеты. Как хижаб, два платка, платье до полу. Как детей воспитываем. Я начальник детского лагеря был, 45 лет и еще три года. Вот. Если вы зайдете на наш скайп, скайп, в скайпе Игнатий Лапкин, я один. И вы на меня, если выйдете, я вам сразу скину наши ресурсы. А там у нас есть мой мир. В моем мире у меня mail.ru. 24 тысячи фотографий наших. 24 тысячи. Я вас перевью. А как вы их записаны? Мой мир. Mail.ru. Мой мир. Ну, это такая система, как вот ВКонтакте, Одноклассники. А как вы, Игнатий Лапкин? Игнатий Лапкин. П. Игнатий Лапкин. Лапкин. Игнатий Лапкин. Это я, в Барнауле. Мне 81-й год. Ага. Вы найдете там, если зайдете на сайт, сайт, это сайт, через гугл заходить. Сайт. Во свете Библии Игнатий Лапкин тоже. Там 50 книг моим голосом насчитано. Вы можете дорогой слушать Библию, Златоуст, Архипелаг, ГУЛАГ. То есть у нас огромные-огромные ресурсы. Вы не случайно сегодня зашли, встретились с вами. Мы бесплатно это все даем. Там вы прочтете мои книги. Там у меня 41 том моих книг. 41 том. Это большие книги по 752 странице. Я отвечаю студентам на вопросы всякие. Это политика, экономика, семья, работа, будущее, духовное. То есть 55 папок. Это все с сайта. И в каждой папке вопросы. А вопрос ткнешь, открывается ответ. Ну, мы зайдем в заседание. Обязательно зайдите. Вас как звать-то? Юрий. Юрий. Юрий это имя Георгия. Это одно и то же имя. Он назначает земледелец. Земледелец. То есть ты... Юрий. Да. Ты только вспахиваешь землю из сердца людей. Тут духовный надо план понимать. Юрий. Юрий в церкви нету этого имени. Если будешь крещение принимать или крещеный Георгий. Это одно и то же имя. На разных языках. Георгий. А Георгий победоносец. Тут что-то не... Видишь, как он сатану, змея там, Горыныча копьем назает. Да. Вот так. Так что если зайдете по скайпу, скайп, Игнатий Лапкин, вы сразу на меня выйдете. Только напомните, где мы встречались. А как Роман можно по-другому имя вывести? А как по-другому? Ну, Роман, вот я, Юрий. А Роман, Роман. Так, минутку. Да, Ром. Подождите, сейчас я гляну, что-то запомнил. Сейчас я это, вот видите, что церковный календарь. Мне все имена. Сейчас. Роман. Что-то запамятовалось. Так, минутку. Сейчас это мы запросто найдем. П-р-р. Так. Роман. Сейчас, кого он назван, узнаем сейчас. П-р-р. Так. Роман. Означает римский. Крепкий из греческого. Два перевода по-римски, латинский, римский, рома и крепкий. Штрэнг. Спасибо. Да. Вот смотри. Имен мужских 750. Это я в 13 школах вел занятия, в 5 университетах. И, ну, любят люди узнавать свои имена. И вот 750 имен. А в жизни нашей примерно 35 имен используют. Всего 33-35. Видишь как? Мало. Ну, мало. Ну, люди самостоятельные. А надо по календарю называть-то. Вот у меня отец Тихон. Я Игнатий Тихонович. У отца Тихона. Тихона не... Ну, был композитор Тихон Хренников. А у отца брат Амос был. Степан Амос. У мамы, у Марии Егоровны, у ней три брата были. На фронте погибли. Макарий, Филарет, Эммануил. В школе ни одного не найдешь. Вот я Игнатий. За всю жизнь мне не пришлось никому обратиться к Игнатию. Я даже не знаю, как бы я сказал. А что? Владимир, Игорь. Ну, там, так, Николай. То есть, шаблон. Никакой фантазии нет. У меня старший брат, у нас в семье 10 родителей, Самуил. А за мной, который Иоаким, священник. Видите? Даже вот в этом и то. Вот у нас девчата вот недавно, ну, в одной семье. Она Ливия, вторая дочка Леонида, а третья Агния. Это наши, ну, совсем они молоденькие. А вот бракососочетание было в воскресенье в то, в нашей деревне. Мы с нуля православную деревню строим. Его звать Терентий. Он только что окончил университет. Терентий. А Терентий Мальцев был. Он по сельскому хозяйству. Герой социалистического труда. Семеновод. Он разные сорта выводил. Даже вот в этом малом и то видно, что самохотение. Хочу я назвать. А у нас как родился. Вот на день, в который я родился, 10 июня. Там был Евтихий, кажется, Иннокентий. Но родителей никто не спрашивал. Который крестил их, там, дедушка Терентий. Он взял Игнатий. Это мне так пришлось в жизни. И так я с этим именем прожил. Вот я в 23 года впервые увидел Библию. Я ее не видал даже. И Господь повел. 57 лет. Мне 81 год. 57 лет я работаю с Библией. Мы встаем всегда одинаково. В 4.40 всегда. Такой у нас подъем у всех. Но я в интернете тут работаю. Я в 2 часа встаю. Или во втором часу. Иногда в первом. Огромная почта. Пока ответишь. Новые души приходят. Мусульмане крестятся у нас. У нас все без денег делается. Брат у меня священник. У нас с царелкой не ходят. Десятина все покрывает. Это интересно. Вы все это увидите. Как богослужение идет. Как работаем. Вот мы деревню строим. Дороги сами. А дороги это такая дороговизна. Она ужасно просто. Просто щебнем за 100 метров примерно 232 тысячи пришлось отдать. Бульдозер привезли, увезли. Только за подвоз 50 тысяч. И мы сами все делаем. Шесть прудов. Зарыбили. Рыба там в трех прудах. А то, говорят, исчезло 21 тысяча сел. А что ты сделал? А что ты сделаешь? А вот мы взяли землю, начали работать. И Господь благословил. Никто не курит. В деревню заезжаешь, надпись. На территории деревни курить запрещено. На территории, не в избе. А то ничего нельзя, нет. Все Путин виноват. Да что нам Путин будет деревню восстанавливать? У него других забот хватает. Надо жить, радоваться, интересно жить. Ну все с Богом. Храни Господь вас. Заходите по скайпу. Игнатий Лапкин. Святой русский. Он говорил. Вид воина должен внушать ужас супостату. Согласен. Что-то перевернулось. Вот. Мы пришли в это место рулетки. Это Содом и Гаморра. Блудодейство одно. Сказать о законе Божьем. Вот какая книга. Которая все это показывает. Вы Бога верите, да? Обязательно. Без Бога не до порога. Поговорка такая есть. С Богом хорошо. То есть думайте это. А есть, да? Жизнь после смерти. Ну да. Я легко это докажу. В течение там одного часа свободно. Так. Что есть Бог. Есть. Ладно. Сейчас подождите. Я наушники даже одену специально. Давайте. Чтобы послушать эту историю. Вы два слова запомните. Запишите их где-то. Я дам это ключ. К великим богатствам. Сейчас я наушники одену. Да, напишите. Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Лапкин. Слышно? Алло. Так. Вам слышно? Я говорю. Подождите. Сейчас не подключи. Сейчас еще. Сейчас. Игнатий Лапкин. Два слова себе запишите где-то. Сейчас. Сейчас запишу. Дайте наушники тогда подключу. Сейчас. Секунду. Сейчас. Только чтобы не ругались больше. Ни слова плохого не было. Хорошо. Ага. Как вы доказываете существование Бога? Да. Каким образом? Игнатий Лапкин. Запишите себе. Ну, я запомнил. Нет, это вы не запомните. Вы по скайпу на меня выйдете. Я вам скину все ресурсы. Ютуб, сайт, форум, мейл.ру. Вы на меня выйдете только. Огромные, не имеющие аналогов в мировой сети. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин? Да, Игнатий Лапкин. Город. Это легко запомнить. Я уже запомнил. Нет, не запомните. Вы по скайпу зайдете. Я один во всем. Во всей сети. С этой фамилией. Так. А если вы запишите канал, вот запишите канал во свете Библии. Наш канал. Канал. Какой канал? Канал во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин добавьте. А это канал где? Это мой. Ну, в Ютубе мой канал. Там 17 тысяч 300 роликов наших. Понял. Я зайду, посмотрю. А вы что можете мне рассказать по этому поводу? Да. И какие вопросы будут? Вы на меня, если по скайпу выйдете, мы побеседуем. Любые вопросы. Тут можете рассказать? Так. Повторите. Что рассказать? Я говорю, тут можете рассказать? Там сильно у вас что-то шумит кто-то, прям забивает. Я говорю, вы же сказали, как типа поверить в Бога, расскажут. Да, да. Очень даже просто. Надо с молитвой. Так, хотя бы скажи, Господи, помоги. Надо посмотреть на окружающий мир. Мир животных, птиц, насекомых, водоплавающих. А потом посмотреть кверху. Звезды, небо. Кто это все сотворил? И главное, меня. Я могу слышать, видеть, память и держать все. Недавно разговор у нас был, а я 58 лет назад был в армии. 58 лет. И там стихотворение. Мне Бог дал память, и я запоминаю. И первый раз я его вспомнил, и все воспроизвел. А в человеческом организме все меняется. За 7 лет. 7 лет. У меня сколько раз это могло перемениться? А где тогда память была? В мозгах. А мозги все это, нейтроны все ушли. Человек – это космос. Вера во Христа, что Христос умер за наши грехи и понес наказание наше. И веруя в Него, мы имеем жизнь вечную. За гробом другая жизнь есть, вечная. Рай и ад. Что у вас там шумят так сильно-то? Нет.